С момента выхода фильма про минусы Москвы прошло 3 месяца. За это время у меня кое-что поменялось. Первая и самая милая новость – это Миша, который добавил приятных забот и учит меня дисциплине и терпению. К собаке добавилась пара новых татуировок и просторная квартира в центре города. Но теперь уже не в Москве, а в Калининграде. Ведь я переехал сюда месяц назад. Собственно, о переезде на новое место пойдет речь в этом фильме. Поделюсь впечатлениями за первый месяц, познакомлю вас с местными и покажу те минусы Калининградской области, которые сложно заметить в туристической поездке сюда. А еще постараюсь понять, так ли круто переезжать в Калининград жить. Будет субъективно, но интересно. Поехали! Мое знакомство с областью началось полгода назад, в октябре 2020. Из-за коронавируса границы были закрыты, в Сочи люди уже не помещались. И я, как и многие, начал искать новые направления для туризма. Вспомнил, что недавно у меня в Калининград переехали друзья и решил их здесь навестить. Если вы мало знаете о Калининграде, вот короткая справка. Территория стала нашей только после Второй мировой. Раньше она принадлежала Германии. У области нет сухопутных границ с основной Россией. На юге граница с Польшей, а на севере и востоке – Литва. С севера область омывает Балтийское море. Это дает как свои плюсы – местные не платят пошлину за выпуск загранпаспорта, так и минусы. В случае, например, войны – эвакуировать россиян в другой регион никто не будет. Мне очень понравилось, что билеты на самолет из Москвы туда-обратно стоили всего 5000 рублей. Что в октябре здесь было очень солнечно, очень приятно, очень тепло. Тогда здесь, правда, было мало туристов, уже они все уехали. Но я об этом еще не знал. Море, оно хоть и прохладное, но есть, такое сильное, умиротворяющее, очень вкатило. И самое главное, что после Москвы, я здесь заметил, это свежий воздух. То есть, ты выходишь из самолета, сразу дышишь. И даже вот в центре города, где много машин, все равно гораздо приятнее дышать. В поездке город кажется идеальным, а отзывы от переехавших почти все восторжены. После такого не я один задумался о переезде. Пока я решался, население области выросло еще где-то на 8000 таких же очарованных. Так как я зарабатываю на своем курсе по дизайну для Инстаграм, мне не пришлось искать работу на новом месте. Все, что было нужно – перевезти вещи и арендовать квартиру. Ну и здесь всплыли свои особенности. На первые несколько дней я снял квартиру посуточно, чтобы исследовать районы и найти постоянное жилье получше. Я катался по городу и смотрел объявления на карте. И уже даже за те полгода, что мне здесь не было, цены на аренду заметно выросли. То есть, если раньше я здесь катался по центру и увидел, что квартиру в центре нормального, среднего вида можно было снять за 15-20 тысяч, то есть оптимальную для меня, ну 25, окей, то сейчас цены уже заметно выросли. Понятно, что они выросли по всей России, но за счет того, что здесь край, точнее область, она стала такая туристически привлекательная в последнее время, цены еще больше взлетели, потому что людям выгоднее сдавать квартиры посуточно. Кстати, пара моментов. Когда я искал объявления на Циане, было непонятно, почему так мало вариантов. Оказалось, что здесь большинство объявлений на Авито. Об этом мне сказали местные. Они же сказали, что для общения тут все еще предпочитает Вайбер, а не Ватсап или Телеграм. По привычке с Москвой я привлек риэлтора, чтобы она помогла мне найти здесь квартиру. И немного облажался, потому что в итоге, когда я снял эту квартиру, заплатил риэлтору 50%, я понял, что... ну как я понял, хозяева мне сами сказали, а мы как бы объявление на Авито разместили, а зачем тебе был риэлтор? Ну, я, конечно, сначала расстроился, потом понял, что, учитывая, что у меня собака, то как бы ок, она хотя бы договаривалась со всеми, искала квартиру, куда с собаками этими пустят. В итоге я снял просторную дужку близко к центру аж за 40 тысяч в месяц. Год назад подобную сдавали на 20-30% дешевле. Это по местным меркам дороговато, но я думаю, что с новыми ценами, и учитывая то, что меня пустили сюда с собакой в новый ремонт, я думаю, что в принципе пойдет, тем более это все еще дешевле, чем в Москве, где, я напомню, снимал студию за 55, которая, наверное, в 2,5 раза меньше, чем эта. Ну и вообще, кому как повезет. Этот же риэлтор нашла для моей подруги квартиру чуть меньше и чуть дальше всего за 17 тысяч. Эта подруга, кстати, Лида из прошлого фильма про Москву. Она тоже решила переехать в Калининград. Напомню, в Москве она снимала комнату в 5-комнатной квартире за 27 тысяч. При отправке вещей транспортной компании я тоже удивился. Так как груз едет на машине и пересекает границы других государств, я не мог отправить некоторые вещи. Например, растения или корм для собаки. А еще, каждую мелочь, которую отправлял, пришлось описывать в фирменном бланке для таможни. Список был нехилым. Я, в принципе, перевез почти все вещи. Это вышло где-то килограмм 100. Обошлось мне это в 10 тысяч рублей. И доставили это где-то за 8 дней. То есть, в целом, нормально. Ничего не пострадало. Мы очень хорошо все упаковали. Поэтому даже бокалы для вина приехали целыми, прям идеальными. Ну, хватит обо мне. Давайте о городе. Чтобы чуть больше узнать об особенностях жизни тут, я договорился встретиться и поболтать с несколькими людьми. Первая в списке – Света. Она работает на радио и делает утреннее шоу. Уже по дороге до Светы можно заметить контраст города. Навигатор проложил два маршрута, которые явно показывают это. Пойдешь по одной дороге – попадешь в уютный район со старыми немецкими домами, озером и брусчаткой. Утром здесь поют птицы и немного людей. Прогуливаться здесь всегда очень приятно. Другой же маршрут уже явно показывает, что последние 70 лет – это Россия. Мост через ЖД-пути с узким проходом. Труба с дымом. Проспект с заторами на нем. Иногда два города, старый и новый, сталкиваются. И получается такое. Площадка – это, конечно, красиво, надежно на долгие годы. Особенно та, которую делали немцы. Однако, когда у тебя окна твоего дома выходят на улицу с брусчатками, а в центр города пускают грузовой транспорт, это, мне кажется, очень некомфортно. Потому что звук… Пока в городе главные автомобилисты. Пешеходные переходы встречаются нечасто, стоят не всегда в удобных местах, в центре мало светофоров. А там, где они есть, приходится ждать долго зеленый свет. Вопрос пробок здесь стоит острее, чем в Москве. В столице есть метро или ровные тротуары для самокатов. Здесь же нужна или машина, или автобус. На самокате мне не всегда удобно ездить. Приходится часто спешиваться из-за бордюр или ям. Вернемся к Свете. Света, как и я, дальневосточница. Она пожила в Красноярске, а потом двинулась дальше на запад. И уже пятый год живет тут. На мой рассказ о том, что на фоне Москвы городская среда не такая уж и хорошая, у Светы свое мнение. Калининград – отличный город. Если ты ждешь, что я буду его ругать, я ругать его не буду 100%, потому что я сюда переехала, во-первых. С Москвой мне сравнивать сложно. Я сознательно не выбирала Москву для жизни. Слишком большой, слишком шумный. И расстояние, которое мне, как жителю Москвы, придется преодолевать ежедневно, они меня убивали. Поэтому только небольшой город. Я пожила в Миллионнике в Красноярске. Поэтому тоже есть с чем сравнить. Пока Калининград – это идеальный вариант. Потому что здесь все в шаговой доступности. Таким город был не всегда. Света говорит, что он сильно преобразился после чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Калининграде появились деньги. И эти деньги начали активно вкладывать в благоустройство города, инфраструктуру. Понятно, что я не могу сказать, что все стало идеально, но что Калининград… Да, да, и что ничего не украли. Но что Калининград тот, который был до этого, в который я приезжала еще задолго до переезда. И Калининград, который вот ты видишь сейчас. Совершенно разные вещи. Помимо стадиона для чемпионата мира, в области сделали отличные дороги. Между городами вместо старых электричек запустили современные ласточки, добавили новые автобусы, отреставрировали много тротуаров и жилых домов в центре города. Эти улучшения не останавливаются до сих пор. Как бы я не ругал, конечно, Калининград после жизни в Москве, потому что в Москве все-таки зажираешься, все равно, если смотреть на него как на региональный город, как на регион такой, есть ощущение, что здесь что-то делается. Все равно город развивается, газоны срегутся, какие-то общественные зоны улучшаются, общественный транспорт, да, автобусы не все отличные, или там есть какие-то стремные газельки, но есть и хорошие. Поэтому, конечно, как посмотреть. После Москвы, да, сложно на это смотреть, но после жизни в регионе, да, если переехать сюда, мне кажется, будет ощущение, что здесь классно. Чтобы иметь возможность переезжать из города в город и не переживать о деньгах, я стараюсь до сих пор много учиться. И я считаю, что в современном мире человеку желательно иметь несколько разных компетенций, чтобы не потерять в деньгах. Лично я сейчас занимаюсь маркетингом, дизайном, веду этот блог и пишу регламенты для строительной компании. То есть совершенно разные направления, которые мне, в принципе, год назад даже помогли. То есть такой подход, он позволил мне в кризис начать зарабатывать даже больше. Да, какие-то сферы просели, но какие-то, наоборот, выстрелили. Поэтому, если у вас есть сильное желание переехать куда-то, но вы переживаете, что потеряете в деньгах, присмотритесь к новым сферам. Это могут быть сферы, которые не привязывают вас к городу, или конкретной компании, или те направления, где специалисты сейчас востребованы. Обычно это творческие сферы, все, что с этим связано, там, дизайн и так далее. Либо какие-то новые направления, например, там, работа с данными. То есть аналитика данных, data science и так далее. Вообще аналитика данных сейчас, в принципе, довольно популярна, потому что она применяется очень широко. Даже я применяю ее в маркетинге, когда придумываю какие-то акции или делаю какие-то маркетинговые исследования. Либо применяю при запуске какого-то нового продукта. То есть аналитика данных позволяет быстро рассчитать бизнес-модель и понять, что направление будет вообще эффективно или нет. В принципе, люди, которые знают аналитику данных, они могут пойти учиться дальше, углубиться в этих знаниях и стать уже data scientist. Если вас заинтересовало подобное направление, присмотритесь к курсу аналитика данных в онлайн-школе SkillFactory. Там вы будете работать больше с данными и цифрами. То есть научитесь работать с Google-таблицами и формулами, только потом уже перейдете к работе с базами данных с помощью языков программирования. С вами будут работать на курсе преподаватели практики. Вы вместе с ними будете разбирать, получается, бизнес-модели разных сервисов, типа онлайн-магазинов, такси, даже игр. И на примере этого будете понимать, как работают базы данных. Более того, вы сами сможете регулировать нагрузку, у вас будет куратор, который в случае чего вас поддержит. Сама онлайн-школа мне понравилась еще тем, что это не склад курсов всего обо всем, там начинают кройки до иностранных языков. У них одно поднятное направление – работа с данными. Более того, положительные отзывы не только у них есть на личной странице, но и на сторонних независимых сайтах. Так что, если вы думаете, как сделать так, чтобы не вы зависели от работодателя, а он от вас, загляните на SkillFactory. По ссылке в описании к видео вы можете почитать про курс аналитика данных. А если используете промокод Сергей Хвалынский, получите скидку 50% на него. Когда я задумал переезд, многие говорили мне, что тут нет движухи. Это настораживало. Пока мне так не кажется. Есть хорошие места, в пригороде недавно открылся торговый центр, творческих людей здесь немало. И даже гуляя по городу во время съемок, я заметил несколько афиш неплохих мероприятий. В принципе, здесь есть основные какие-то там популярные ширпотребные бренды, типа там Zara, H&M, McDonald's, KFC, Dodo Pizza, ну, что-то такое. Нет, конечно, какого-нибудь Starbucks, но есть альтернативные, очень хорошие кофейники, которые по качеству, как мне кажется, не лучше, не хуже, но еще и дешевле. Сервисы типа Озона доставляют, там Яндекс.Маркет, например, конечно, не работает, но, наверное, с рано или поздно зайдет. Вайлберрис работает, Delivery Club, доставки еды, в общем, такие тоже нормально, быстро приезжают, причем гораздо дешевле здесь заказывать еду. В целом я не чувствую какого-то такого, прям, знаете, ломки после Москвы, что вот здесь чего-то не хватает. Да, там нет какой-нибудь лавки, здесь индекс-лавки, которые привозят тебе продукты за 15 минут, но это не так трагично страшно, то есть в целом ок, ну, то есть есть там альтернатива, сервисы, которые доставляют еду или там продукты чуть дольше, там типа в течение двух часов. О том, как тут живется и чего не хватает, я решил поговорить с Таней. Встретить в Калининграде коренного жителя во втором или третьем поколении непросто. Таня – одна из таких. Она живет здесь всю жизнь и работает стилистом. Она пригласила меня к себе в квартиру, которую снимают почти на границе города. Доехать до окраины можно где-то за 20 минут. Район новый, аккуратный, но, конечно, немецкого здесь ничего нет. Типичный российский спальный район. Я снимаю квартиру за 16 тысяч рублей. Начала снимать я в конце декабря, и с этого момента очень сильно подпрыгнул рост цен на недвижимость вообще на снятие. Многие из ребят, мои знакомые, те, кто сдают квартиры, решают сдавать их посуточно, потому что закрытые границы и очень много активности, очень много туристов, да, и, разумеется, это более выгодно, нежели сдавать местным. В отличие от жителей других городов России, местные нечасто сравнивают свой город с Москвой. Таня с детства ездила в Европу, и Калининград сравнивает с другими странами. Многие местные жители регулярно ездят на выходные в Польшу либо просто за продуктами. Это в порядке вещей съездить элементарно на море в Сопот. Многие ездят в Зеленоградск, но там очень много туристов, парковки полные, отдохнуть невозможно, пляж становится меньше, и аренда жилья за ночь, допустим, тот же самый Зеленоград, Светлогорск, она такая же, как аренда жилья в Сопоте квартиры. То есть, если хочется отдохнуть на море с ночевкой, провести более увлекательный отдых, уикенд, то, конечно, это будет больше Сопот. Даже тот же самый Гданьск. Там от Гданьска до Сопота езды 15 минут на электричке, поэтому всяк увлекательнее, чем у нас. Что касается качества продуктов, повторюсь, что многие местные часто ездят просто за колбаской, за сосисками. И даже были такие приколы, то, что вечером, а что делать, а поехали за сосисками, а поехали. Гоним в Польшу, покупаем, все радуются. Качество продуктов намного лучше, особенно молочка и колбаски. Сейчас многие местные тяжело переживают закрытые границы. Поездки в Европу для них неотъемлемая часть жизни. Еще бы не ездить, когда все, что тебе нужно, сделать шенген и пропуск для авто. А там два часа на машине, и ты в другой стране. Это не отпуск, это образ жизни съездить в Польшу. Это как сходить в классный супермаркет. Что касается даже моей деятельности в плане одежды, это то же самое, то, что в Калининграде нету сегмента люкс, точнее он есть, но он очень маленький. И тот же самый H&M у нас открылся только полгода назад. Разумеется, у нас на весь город одна зара, в которой мало есть ассортимента, в отличие от сайта, если сравнивать с той же самой Москвой, то есть вообще что есть. И, конечно, все ездят за покупками в Польшу. Помимо того, что стоимость все-таки там европейская и ниже идет порядком, плюсом еще возврат такс-фри налога. То есть что тоже очень приятно. Икеи у нас нету. В принципе, и зачем, если у нас была Польша, надеюсь, скоро опять будет. Все везут оттуда все. То есть в Калининграде в этом плане достаточно мало вообще выбора. И в плане одежды, и в плане мебели, и в плане продуктов тоже не очень хорошо. На мой взгляд, опять-таки. В то же время, сервис здесь Таня оценивает хорошо. Если мы рассматриваем вообще сервис, то по сравнению с Россией, я слышала отзывы от многих, то что сервис тут страдает. Но так как я достаточно часто езжу в Европу, ездила до закрытия границ, я могу сказать, то что сервис у нас получше даже местами, чем в Европе. То есть, допустим, в той же самой Германии абсолютно нормально принимать заказ, подойти с разносом и поставить себе его на стол, и он будет с грязной посудой. То есть, как бы, поэтому очень много придирок вообще в России, особенно у приезжих. По поводу сервисов в Калининграде я бы так не сказала. Чтобы уточнить, как в городе с сервисом и зарплатами в сфере услуг, я встретился с Костей. Он здесь уже пять лет, работает шеф-барменом в сети местных заведений. А еще они с напарником открыли небольшой мексиканский бар не в самой туристической части города. Но за расположение он не переживает. Костя говорит, что здесь все близко и даже на такси поездка из центра до бара обойдется всего 80 рублей. Я когда переехал сюда пять лет назад, то здесь сфера общепита была нулевая. То есть, не совсем развита, очень слабо, хотя я ожидал большего. В этом я начал видеть свои плюсы. Здесь я понял, что есть куда расти и есть на чем работать. Костя, в том числе, приложил руку к развитию барной культуры в городе. Год назад, когда он уже занял хорошую должность, здесь начался бум открытий. И в какой-то момент началось открываться все больше и больше заведений. Появлялись интересные места, появлялись крутые концепции, крутые бары, крутые кафешки. Люди понимают уже, что за границей они не поедут. Все пути перекрыты и ездить куда осталось? Такой Сочи, Казань, Питер, Москва, ну и Калининград появился на туристической карте России. И поэтому все открывают заведения, чтобы зарабатывать больше. Мы тоже не остались в стороне. И тем более, я очень давно мечтал и мы открыли свой бар. Открыть его, по словам Кости, было несложно. Здесь ниже аренда, меньше конкуренция и больше туристов. Начало появляться много заведений, отчего и вырос спрос на такие вакансии, как бармен, как официант, как менеджера. То есть, соответственно, и растет зарплата этих людей, потому что это сложно найти и сложно нанять, потому что их нет в принципе. Вот, поэтому... Завлекается только финансово. Теперь зарплату местного бармена уже можно сравнить с питерской. Раньше она была ниже и многие уезжали. Растет конкуренция, а значит и сервис становится лучше. После Москвы, лично мне, здесь приятнее посещать кафе и бары. Чувствуется больше души. Только если не ходить в самые туристические места на набережную. В сервис в городах нормальный, а уже в области есть места, которые популярны, но, к сожалению, это совдеповские места, которые еще 10 лет назад и работали, может быть, даже 20 лет назад работали, и они остались на том же уровне. Им по барабану, у них все равно будет туристы. Каждый год у них, они все равно заработают. На жизни в городе нужно держать репутацию, марку, чтобы к тебе люди приходили и тратили свои денежки. В общем, в потребительском плане тут не скучно и не грустно. А с морем и архитектурой так вообще хорошо. Область и правда уникальна. За недолгое время я заметил тут особенности, которых не встречал в других российских городах. Я уже говорил про бесплатный загранпаспорт или еще пример. Алкоголь здесь продают только до 9 вечера. Необычное есть и в жизни в многоквартирных домах. Первое, что я заметил, это автономное отопление газовое. То есть у каждого в квартире стоит котел, в котором ты сам регулируешь температуру. А так как погода в Калининграде очень разная, то есть летом может быть типа плюс 2, а зимой плюс 15, то этого тема очень спасает, потому что зимой ты можешь выключить отопление, когда тебе жарко, а летом, наоборот, включить, когда тебе холодно. И более того, местные говорят, что это очень сильно экономит деньги на коммуналке. Привыкнуть ко второй особенности я не могу до сих пор. То есть по всей России можно делать ремонт с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед и только по будням. Здесь его можно делать, по-моему, всегда. То есть можно делать по выходным, можно сделать в обед дельное время с часу до 3, можно делать с 8 утра. Моя любимая история это проснуться в субботу от перфоратора в 8.20 утра, потому что дом новый, естественно, здесь много ремонтов. И, как я понимаю, этот закон менять не собираются. Ну, в общем, это очень печально. Еще одно отличие – климат. Из-за близости к морю он довольно переменчив. Еще есть местная поговорка. Если тебе не нравится погода, подожди 15 минут. Вот сейчас солнце, а с другой стороны просто очень темные-темные тучи. Не факт, что через 20 минут не начнется град. И, конечно, смотреть на погоду и ориентироваться на прогноз не стоит. Лучше с собой взять одновременно перчатки, зонтик, майку и теплые штаны. В целом климат мягкий. Лето здесь прохладное, а зимой температура редко опускается ниже 5 градусов мороза. Особенность про цены и зарплаты очень субъективная, но поделиться ей все равно хочется, потому что после Москвы и даже после Хабаровска здесь мне все кажется дешевле. Чуть дороже продукты, как мне кажется, но в остальном я смотрю, что все дешевле. То есть квартира, несмотря на то, что больше, она у меня дешевле на 10 тысяч. Допустим, та же уборка в квартире уборщица, убирает квартиру в 2 раза больше, но берется это не 2 тысячи, а тысячу. Какие-то кафе, пекарня, около дома. Все это намного дешевле. Особенно после Москвы ты это замечаешь. Что вот мы были в пекарне, заходили там круассаны по 45 рублей. И это действительно вкусные круассаны. Это не подобие круассанов. Там свежий бездрожжевой хлеб, который в Москве называется фермерским и крафтовым, который там стоит по 500 рублей. Здесь стоит нормальный там типа 70. Классно, когда у тебя есть московская зарплата и ты живешь в Калининграде. Потому что, естественно, приходя в кафе, ты без страха уже там даешь 300 рублей за нормальное блюдо. Единственный момент, наверное, то, что зарплаты в самом Калининграде не такие высокие. И люди, которые зарабатывают здесь типа там по 30-40 тысяч рублей, а это нормальная средняя зарплата здесь, ну 50, это, конечно, не очень комфортно для жизни. Но, как говорят местные, если сильно крутиться, да, там, постараться, то можно нормально зарабатывать и здесь. Ну, как, наверное, и в любом городе. Много работаешь, хорошо работаешь, хорошо получаешь. Учитывая местный менталитет, тем более люди часто чаще расслаблены, чаще неторопливые, приезжему, конечно, здесь можно начать зарабатывать хорошо. Кстати, о менталитете. Про неторопливость и расслабленность местных мне говорят многие. Люди неответственны, не предупреждают. Многие. Я не говорю то, что все. Во многих местах не предупреждают по поводу того, что будет повышение стоимости, или мы не будем работать, мы не успеваем, или еще какие-то, ну, такие неурядицы. Ты можешь столкнуться с тем, что здесь что-то будет делаться чуть медленнее, чем ты привык. В каких-то случаях тебе действительно ты можешь назначить встречу, и на эту встречу никто не придет вовремя. Почти все связывают это с веянием Европы и морем, которое для местных зачастую важнее рабочего дня. Так вот, электрички или автобусные остановки и автобусы, которые едут на море в пятницу, в солнечный день, будут переполнены после двух, после трех часов уже это сто процентов. То есть здесь вполне нормально в пятницу оставить свои дела, отключить телефон и поехать наслаждаться природой. Найти здесь хороший салон красоты, который работает по выходным, тоже непросто. Мастера маникюра же калининградцы, и они тоже считают, что по выходным должны отдыхать. Так что, если вы хотите тут зарабатывать, вам просто нужно не лениться и делать свою работу лучше и ответственнее. Тем не менее, эта неторопливость и расслабленность имеют свои плюсы. После Москвы мне кажется, что люди тут куда доброжелательнее, что на улице, что в кафе. Как я и сказал, за последний год цены на недвижимость здесь выросли. Но все равно скупается почти любое жилье. Многие переезжающие покупают квартиры в состоянии аффекта под впечатлением от острова Канта с кафедральным собором, верхнего озера, района Амалийнау, моря и рыбной деревни. Но если посмотреть чуть дальше этих декораций, можно довольно быстро заметить обычную грустную Россию. Играет музыка Когда я первый раз попала в Калининград, у меня так получилось, что я ехала в Кёнигсберг. Почему-то я начиталась об истории этого города. Я приехала, и это было еще лет 8 тому назад, когда ни о каком капитальном ремонте речи не шло. Приехала, мы вышли на Южном вокзале, сели в такси, и нас повезли по Ленинскому проспекту, где направо-налево стояли только хрущевки, чуть там дальше какие-то девятиэтажки вот эти вот блочные. Я поняла, что вроде как я ехала в Кёнигсберг, приехала в Калининград. Но это такая... Потом, когда я стала общаться с другими людьми, я поняла, что это такая типичная ошибка тех, кто сюда едет. Все думают, что они приехали вот сейчас в европейский город, но это не так. Кстати, тот самый Ленинский проспект с пятиэтажками, про который только что говорила Света, отреставрировали к чемпионату мира. Дома стилизовали под немецкие, но, к сожалению, изменился только фасад и цены. Однушки в этих домах стали стоить не 2 миллиона, а 4. Дворы у них остались прежними. В первую поездку сюда, в одном из таких домов, я снимал квартиру. Перед подъездом был разбит асфальт и не было никакого освещения и уюта. Мы сейчас находимся за домом от центральной площади, то есть вот центральная площадь города, и вот мы зашли просто во двор. Здесь стихийная парковка прямо, видите, на детской площадке, то есть вот там, здесь. Конечно, кто-то что-то пытается, как видите, там какие-то инсталляции делать в клумбах, но по факту о никакой городской среде речи вообще не идет. Просто ты центр города, проходишь три метра, заходишь в любой двор и видишь просто вот машины, которые стоят на газонах. К сожалению, центр города не исключение. Если зайти во двор любого старого дома, то можно увидеть дворы гораздо хуже, и ничто здесь не будет намекать на историческую ценность. Конечно, помимо советских домов есть много новых, ведь город активно застраивается. Но и от них городская среда может пострадать. Почти все они закрыты заборами, причем не только от машин, но и от людей. Рядом с моим домом так много заборов, что до парка я иду 10 минут, хотя мог бы дойти за 5. Особенно классно жить не в хрущевке, а, например, в новом доме или старом фонде. В городе есть прекрасные старые немецкие улочки, по которым можно гулять и чувствовать историю. Здесь очень отзывчивые люди, которые с удовольствием расскажут тебе историю и города, и свою. Вот эта бабушка с Корги переехала сюда после войны. Ее мужу военному дали квартиру в доме, который построили еще в 1900 году в Пруссии. А эта женщина приехала из Белоруссии 30 лет назад. И дом ее хоть и старый, но она не променяет его ни на какую новостройку. Купить недвижимость в таком районе стоит приличных денег. Квартира 200 квадратных метров в этом новом доме стоит 20 миллионов. А вот этот старый домик продается за 30 миллионов. При этом особой инфраструктуры тут нет. Город разный и, наверное, этим он и прекрасен. Здесь есть и, собственно, европейская архитектура, да, и, к сожалению, там, понятно, что в Советском Союзе ни о какой европейской архитектуре речи просто не шло. И никто не думал о том, чтобы строить здание идентичное тому, которое уже построено. Строили по принципу типовой застройки, да, как, опять же, объясняли архитекторы. Там, на коробке, что-нибудь? Да, ну, да, если хрущевки везде строятся во всей стране, то и здесь будут хрущевки. Не важно, что рядом с этими хрущевками там находится, ну, юген стиль какой-нибудь, там, начало 20 века. Ну, как здесь, да, вот, наверное, что-то вот, это же новый дом, ну, это же советский. Ну, да, или какая-то, или хрущевка, или брежник, как же это такое присутствует. И хорошо, что сейчас, наверное, это не так давно началось, что в Калининграде новостройки стали делать по принципу все-таки вписать в контекст. Каждый, кто приезжает из другого региона России, он, конечно, ждет чего-то непохожего, потому что, ну, хрущевки, сталинки, мы все это видим, ну, там, у себя, в своих городах. Особенный, а он особенный, что тем, что это город-трофей, это город, который наша страна завоевала, да, в итоге победы, то почему бы из этого трофея не сделать красивый трофей? Красиво сказал. Красиво. Идеально. Хочется верить в лучшее. Если уж и дорожают квартиры, то пусть будет и среда хорошая, и зарплата высокая. Но будет ли это, никто не знает. Хороший относительно остальной России климат позволяет в области комфортно жить в своем доме, что и сделали мои друзья в 2020 году. Таня и Андрей переехали из хабаровской квартиры и сразу купили дом. Так как он новый, тут еще не все готово, но они уже живут. В июне мы оформили сделку, в августе мы сюда переехали. Мы переехали, когда просто в доме появился туалет, который работал. Следовательно, наша задача была сделать, чтобы здесь была вода, тепло, чтобы можно было завести сюда детей. Начиная с августа мы уже ремонтируем комнаты и нам предстоит заняться теперь землей, забором и чтобы вообще, чтобы не только в доме было комфортно, но и на улице. В семье трое детей. Дом выбирали так, чтобы неподалеку была школа, парки и магазины. Нашли вариант в поселке Подубное. Этот вариант нас устроил, наверное, всем и расположением по отношению к школе и видами. Мы же понимали, что если переезжать из места, где нам и так хорошо, в улучшении каких-то условий, это должно быть кардинально. То есть, вот там вид на поле, сама транспортная доступность, то, что от дома мы можем до моря доехать за 20 минут по хорошим дорогам, а нас это, конечно, очень сильно подкупило. Нам было важно, чтобы он был и небольшой, и в то же время, чтобы мы поместились, и чтобы дом был в радость, а не то, что мы там будем с утра до вечера убираться. И хотелось какой-то стиль, ну, чтобы он был более-менее современный, интересный. И когда мы увидели этот дом, мы в него влюбились еще по фотографиям из Хабаровска. Сам участок и дом нам обошелся в 4 миллиона 200 тысяч. Дом 150 квадратных метров, участок 9 соток. Вот. Небольшая математика врыт, там около 30 тысяч рублей за квадратный метр. Есть в таком новом образе жизни свои плюсы и минусы. У нас не было опыта жизни в доме. Многие говорили, все, вы только заедете в дом, вы будете заниматься только домом. Но здесь хочется сказать, сейчас другие дома, сейчас все гораздо более современно. Сейчас не нужно топить печи. И сейчас, когда ты делаешь дом с умом, он доставляет тебе удовольствие. Удовольствие, просто накинув халат, выйти попить кофе на веранду. Удовольствие от того, что музыку можно слушать в 11-12 вечера и танцевать вместе с детьми. Удовольствие, что твои дети, никого из соседей не доставляют им неудобства. Вот это я там вижу основные плюсы. Из минусов, сюда не ездит доставка еды. Мы не можем в любой момент заказать пиццу, поэтому мы начали очень много готовить. Сами. Плюс транспортная доступность. Здесь у нас сходит только один автобус. И в любом случае, когда ты переезжаешь в дом, тебе необходим автомобиль. Самый главный плюс проживания в доме у меня как автомобилиста, это отсутствие других автомобилей. А у нас во дворе. Да, у нас во дворе. В первое время Андрей и Станей жили на накоплении, а сейчас развивают проекты в сети, чтобы не зависеть от местных зарплат. Нам нормально, потому что мы работаем как работаем со всей страной, так и работаем. Но при этом, насколько нам говорят знакомые, уровень зарплат здесь ниже. И если бы мы пошли, наверное, работать все-таки в офис, назовем это так, то каких-то денег на содержание троих детей, на содержание дома, я думаю, нам бы не хватало. Мне кажется, жить в своем доме, как Андрей и Таня, это интересно. Да, есть свои минусы, но за возможность выйти на свежий воздух с кофе и любоваться видом на поле можно многое стерпеть. Даже отсутствие инфраструктуры. В нашем поселке, кроме нашего дома и домов соседей, ничего нет. Но при этом в соседнем поселке школа в Большом Исаково, в которой учится Рома. У Эли школа развития там же в Большом Исаково. Что касается покупок, то тоже где-то мы ездим на границе с Калининградом, стоит метро, куда мы ездим за продуктами, если надо, или какие-то другие базы. Что касается отдыха, то куда мы любим ездить? Мы любим ездить в Зеленоградск, в Светлогорск. Вот, Зеленоградск ближе 20 минут, Светлогорск чуть дальше, там 40-45 минут. Но опять же, это по комфортной, хорошей дороге. Это быстро. И мы ездим еще в ближайший город, Гурьевск, за кофе. Видно, что ребята не сильно страдают, когда область такая насыщенная. Есть много городов и хорошие дороги. Как раз про это поговорим сейчас. Территория области заселена относительно равномерно. Есть много маленьких городков и поселков. По дороге к ним можно встретить множество полуразрушенных старых крепостей. Часть из них в плачевном состоянии. До них администрация еще не добралась. Но я сам видел, как обычные люди-волонтеры приводили в порядок одну из кирх. Раз в несколько недель они убирают новую. Как и старые кирхи, многие старинные городки здесь выглядят печально. Но некоторым из них удается развиваться. Город Курьевск в 20 минутах езды от Калининграда застраивается в последнее время так активно, что вот-вот, кажется, станет частью самого Калининграда. Зеленоградск, куда можно добраться на электричке за 60 рублей и 30 минут, в последние годы за счет туристов раскрутился так, что недвижимость здесь стала дороже, чем в областном центре. А цены в кафе похожи на московские. Секрет успеха близость моря, природного заповедника и котики, которых администрация сделала символом города. Сейчас вечер буднего дня и людей все равно достаточно много для города, в котором живет 15-16 тысяч человек по выходным, особенно в туристическое время, например, летом. Эта улица самая центральная, она просто забита людьми, реально забита тоже и с набережной, и электричками, которые везут людей, туристов из Калининграда собственно в сам город. Мне нравится, что теперь у меня есть возможность быстро добраться до моря, причем не на убитый пляж, а в уютный городок с чистыми тротуарами, хорошей набережной и интересными домами. Тем более, Зеленоградск не единственный вариант. Можно, например, съездить в Сытлогорск с другой атмосферой и хорошим парком. Есть и менее популярные города, которые не так хорошо развиты, но в них тоже можно найти свой шарм и интересные архитектурные объекты. За месяц я понял, Калининград это не совсем Россия, но и не совсем Европа. Конечно, город и область гораздо приятнее с точки зрения климата и с точки зрения наследия архитектурного на фоне многих регионов России. Здесь, конечно, спокойнее и дешевле, чем в Москве. Также здесь не очень много туристов по сравнению с Сочи и Краснодарским краем летом. Наверное, мой самый главный совет это не делать выводов о том, что область очень классная. после просмотра пара роликов на YouTube и после недели отпуска здесь. Потому что мне так же, как и многим в поездке эта область казалась просто супер сказочной и супер такой, не знаю, волшебной прям. Сейчас, когда я живу здесь уже месяц, я понимаю, что здесь так же много минусов, как и во многих других местах, собственно, да. Поэтому приезжайте, поживите здесь какое-то время, а уж потом думайте, оставаться вам здесь надолго или все-таки можно ехать куда-то еще. Я дал себе еще несколько месяцев, чтобы прислушаться и понять, как чувствую себя в этом регионе. После Москвы я стал меньше нервничать и тратить меньше денег. Одно только осознание, что я могу в любой день выехать к морю, делает меня чуть счастливее. Здесь все есть. Но, конечно, мне не хватает качества московской инфраструктуры и иногда я скучаю по шумным вечеринкам. Возможно, если раз в 2-3 месяца приезжать в Москву, я смогу компенсировать эту нехватку. Возможно, когда откроются границы, поездки в Европу покажутся мне интереснее самой Москвы. Посмотрим. В этом фильме я показал вам разных людей, разные мнения и разные жизни, которые, надеюсь, хоть немного вдохновили вас своим примером. И как и все остальные свои выпуски, я закончу просто. Не бойтесь менять свою жизнь и пробовать новое. Если вы чувствуете, что хотите сменить работу, переехать из квартиры в свой дом или пожить в Калининграде, сделайте это. Только с помощью проверки своих гипотез вы поймете, что сделает вас по-настоящему счастливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова